Девушки отдыхают Тогда я подумал, можно ли это рассказать или нет? Потом нарежем же. Вы опять смеетесь. Опять фиаско. И в голове ясно. Расскажи немного о своем карьерном пути. Как ты дошел до текущей позиции? Работал я Data Scientistом. После этого Team Leadом. После определенного периода перешел в Мегафон. В Мегафоне тоже работал Team Leadом. И уже как 6 месяцев работаю директором по аналитике больших данных. Какие большие данные вы там анализируете? Я из коммерческого блока. Мы занимаемся тем, что предлагаем нашему абоненту максимально релевантные предложения. То есть есть ряд юзкейсов, где мы участвуем. На самом деле почти во всех. К примеру, это развитие наших абонентов. Условно говоря, мы хотим найти абонента и абонента, которому релевантен наш продукт. Это может быть тарифный план, это может быть какой-то инновационный ваз. То есть это сервис, приносящий нам дополнительную выручку. Мы хотим все эти продукты предлагать нашим абонентам по максимально релевантным для них каналам. Каналов тоже огромное количество. Это, к примеру, телемаркетинг, когда мы инициируем коммуникацию с тобой и звоним тебе. Это смс-сообщение. Все знают, что такое смс-сообщение. Это ряд пулловых каналов, когда ты заходишь и мы тебе что-то показываем. То есть ты инициируешь коммуникацию с нами. К примеру, это USSD команды. Это личный кабинет, мобильный личный кабинет. Это может быть звонок в AVR. У нас есть довольно крутой AVR Елена. То есть это робот, с которым ты на естественном языке разговариваешь. И он может решить большинство твоих запросов к нам. Помимо этого есть отдельное направление по сохранению выручки с нашей абонентской базы. То есть мы, понятное дело, хотим предотвратить отток. Несмотря на то, что многие думают, что это простая задача, на самом деле она очень сложная. И подступаться к ее решению тоже можно совершенно по-разному. Есть, наверное, отдельный стрим по геоданным. Одним из примеров задач является предсказание места, место оптимального для размещения новой базовой станции, к примеру. То есть учитывая сетевой эффект, это тоже довольно сложная задача. То есть вы собираете какой-то по-простому, да? Вы собираете довольно большой же объем данных. Конечно, это пятабайт у нас. Ну, практически все, да. И все это используется в неких моделях для того, чтобы предсказывать поведение пользователя. Да, то есть в простейшем самом случае, к примеру, мы хотим продать какой-то новый тарифный план. Есть не публичные предложения, они, например, могут быть с каким-то скидками, есть публичные предложения. Мы хотим построить модель, которая будет показывать, что вот этот абонент, он действительно нуждается в нашем продукте. Потом мы должны построить следующую модель, либо это некий каскад, который говорит, по какому каналу это сделать и в какое оптимальное время, условно говоря, для тебя. Каким образом вы фильтруете эти данные? То есть как проходит вся воронка до значимого результата? Безусловно, есть известный принцип garbage in, garbage out. То есть если мы на вход в алгоритм подаем мусор, то на выходе мы тоже самое получим. На некоторых источниках данных, на самом деле там почти на всех, что мы используем, мы накладываем жесточайшие data quality и фильтруем мусор, грубо говоря, на начальных уже этапах. А потом на основании этих данных строим уже какие-то витрины, на основании которых мы уже делаем предикшены. То есть очень важно, чтобы в компании были процессы data quality для построения качественных моделей. Иначе ничего не получится. Ты можешь привести какой-то более конкретный пример того, как происходит нормализация, фильтрация данных? Ну, к примеру, есть некий поток данных из биллинга. Биллинг — это большая система, которая занимается тем, что тебя тарифицирует. В биллинге тоже бывают ошибки. Мы там статьи департаментом совместно их отлавливаем, ставим некие фильтры на эти данные. Плюс оборудование может вести себя не всегда корректно. То есть какой-нибудь коммутатор может сломаться, и с помощью некоторых агрегатов, рассчитанных в каком-то конкретном регионе, мы можем понимать, что поток данных пошел уже неадекватный. И на таких данных, понятно, модель строить нельзя. Вот простой пример от одного из самых больших источников биллинга. Ну, это с другой стороны. Точнее, с одной стороны взгляд со стороны потока данных. Но чтобы получить какое-то предсказание, на самом деле нужно знать, что предсказывать. Правильно? Откуда приходят эти задачи? Ну, тут на самом деле два варианта. Есть внутренние заказчики. То есть это, например, сегментный маркетинг, который проводят компании. Это могут быть продуктологи, которые хотят сделать какой-то продукт, который будет релевантен для максимального количества абонентов. От них поступают конкретные задачи. Плюс у нас есть внутри подразделения R&D-направление, в котором мы можем сами генерить задачи для себя же. То есть мы, например, можем видеть потенциал, к примеру, в предсказании лидеров мнений, в плане оттока или в чего-то еще привлечения. Исходя из-за гипотезы, мы можем построить модель и попробовать, действительно, она работает или нет. А если работает, в этом случае можем встроить ее в контур-мегафон и зарабатывать дополнительную выручку. Предлагать еще более релевантные продукты для наших абонентов. Какая была самая интересная задача за время твоей работы в мегафон? Вот, к отделу анализа данных. Ну, к примеру, одна из, наверное, это как раз поиск лидеров мнений в разных сообществах. Если визуализировать наш граф, такая довольно прикольная картинка получается. То есть там прям четко выделены сообщества, некие люди-центроиды, вокруг которых образовываются связи с большим количеством других людей. Но, на самом деле, абонент, который много разговаривает с кем-то, не равно лидер мнения. К примеру, это может быть какой-то продажник, который просто по телефону что-то продает, если мы говорим там о графе телефонных звонков. Либо какой-то риэлтор. То есть это намного более комплексная задача. Это и сам граф, и большое количество данных, навешанных на абонента, и конкретно на связь с другими абонентами. Сейчас же большинство каналов коммуникации у пользователей, они идут, грубо говоря, не аналоговым способом по телефону, а по цифровым каналам. Как вы учитываете, учитываете ли их, и как это возможно, учитывая то, что большинство трафика, оно зашифровано? Все зависит от сегмента абонентской базы. То есть есть сегмент, который до сих пор не пользуется интернетом. Их у нас не так много. Мы стараемся, чтобы проникновение современных услуг в базу было максимально. То есть передача данных. Если мы говорим про определение оптимального контакта для коммуникации с абонентом, такая задача тоже есть, и она вполне решаема на данных телекома. А какие методы анализа данных вы, в принципе, используете? Какие технологии? Данные у нас хранятся в Хадупе. Для анализа. И в экзадате. Это программное аппаратное решение от Oracle. Наши аналитики работают, соответственно, делают запросы с помощью языка SQL. Это может быть SQL Oracle, либо SQL в Hive, в Хадупе. Плюс используют Spark. Для обучения моделек мы можем, к примеру, делать сэмпл из большого количества данных на довольно мощных локальных машинах, обучать питомовские модели. То есть вот это и есть наш основной стек. Как бы более, ну, скажем, более популярное, да, глубокое обучение вы используете в своей работе? Конечно, не можем не затронуть столь популярное в последнее время направление, как глубокое обучение. Есть ряд юзкейсов, где данные имеют природу последовательности. То есть мы в текущий момент времени имеем события, которые зависят от предыдущего времени, к примеру, T-1, T-2. Все зависит от задачи. Следовательно, очень соблазнительным является использование фреймворка для как раз этих сиквенс данных, к примеру, рекуррентных сетей. В режиме исследования как раз сейчас занимаемся тем, что пробуем на таких данных решение некоторых задач. К примеру, тот же самый отток. Окей, вы построили модель какую-то по заданию из подготовленных данных. Какой жизненный цикл модели дальше? Тут, на самом деле, не так все просто. Многие молодые data scientists думают, что они построят какую-то модель, в кого-то ее кинут, и все будет прекрасно работать до бесконечности, приносить деньги или не приносить. То есть их это особо не волнует. На самом деле, в реальной жизни все немного сложнее, особенно в индустрии. То есть модели направлены на персонализацию предложений. Приложение служит для повышения CSI абонентов, то есть лояльности, либо для увеличения выручки. Следовательно, если на модели завязаны какие-то KPI, нельзя просто ее поставить и про нее забыть. Есть очень два важных момента. Это мониторинг data quality и model quality. То есть мы хотим понимать, что данные, которые поступают на вход модели, они из месяца в месяц или из недели в неделю, или изо дня в день, они примерно одинаковые. То есть если модель училась на одном сегменте абонентов, мы должны быть точно уверены, что она на этом же сегменте абонентов и будет предсказывать. Либо, что этот сегмент не сильно поменялся. То есть так как мир вокруг нас постоянно меняется, и у нас довольно динамичность с этой точки зрения бизнеса, то есть наши абоненты интересуются постоянно разными услугами. Мы должны быть уверены, что наша модель на этих данных ведет себя корректно. Поэтому должны быть довольно четкие критерии на data quality. Плюс нужно, конечно, мониторить распределение скоринга модели. Самый-самый простой и банальный случай, к примеру, мы почему-то захотели предсказывать пол абонентов. Тут самый-самый простой тест — это мониторинг количества мужчин и женщин из месяца в месяц. То есть если в этом месяце, грубо говоря, мы проскорили всю базу, получили там 55 на 45, 50 на 50, неважно, а в следующем месяце распределение сместилось на 10%, наверное, что-то не так. Должен быть какой-то аларм, и мы что-то должны с этим сделать. Так что история не такая простая, как кажется. Еще очень важный момент наступает перед выводом в пром, когда мы модель тестируем на нашей реальной абонентской базе. После того, как мы построили модель и провалидировали ее на исторических данных, выкатывать сразу в продакшн на всю нашу абонентскую базу мы, конечно же, не хотим. Поэтому очень важно правильно задизайнить тестовую кампанию, чтобы на ней померить искомые метрики. То есть мы должны быть уверены, что модель работает на реальных абонентах, так как мы задумывали, что она работает. Только после этого мы ставим ее в продакшн. Весь этот цикл сопровождения модели занимается один человек, то есть разработчик этой модели? Data Scientist проходит довольно большой цикл в своей работе, то есть он участвует в формировании ТЗ на модель, то есть он непосредственно общается вместе с бизнес-аналитиком, с руководителем проекта. Они формулируют, что конкретно они хотят искать. Понятно, что параллельно он смотрит на данные и понимает, возможно, вообще это найти или нет. У нас нет цели строить везде модели машинного обучения, то есть у нас цель решать задачу. Иногда это построение классической модели машинного обучения, иногда это майнинг неких марковских цепей, все зависит от задачи. После того, как мы выбрали метод для решения конкретной задачи, аналитик его реализовывает, получает какую-то на выходе модель, которая, к примеру, выплевывает скоринг. После этого он участвует в дизайне тестирования, после этого он передает модель в продакшн. В продакшн нам помогают ставить коллеги из IT, но вопросом мониторингов качества модели занимается тоже аналитика. То есть нет отдельных тестировщиков, специалистов по качеству, которые занимаются тестированием моделей, все это делает сам модель. Есть фреймборк тест-нелерна у нас в компании, фреймборк некого непрерывного тестирования новых гипотез. Это полуавтоматическая система, но там присутствуют, конечно, и люди, тестировщики. Как ты назвал? Как, в принципе, попасть к вам на работу? Помимо опытных специалистов, у нас есть и начинающие, набираем мы их, к примеру, с помощью нашей программы стажировки для студентов, где мы собираем талантливых выпускников, либо старшекурсников, даем им реальную задачу наставника, и они на протяжении трех или шести месяцев решают ее, или несколько даже задач. По результатам стажировки самых талантливых мы набираем к себе в штат. Помимо этого, у нас есть онлайн-курс совместно с Geekbrains. Он уже сейчас идет. В этом курсе у нас есть своя четверть, где мы будем читать лекции про машинное обучение и дадим некоторую реальную задачку порешать. Более того, у нас есть цикл хакатонов, который начался в сентябре. Ждите анонсов, скоро будет следующий. То есть, закончив курс по машинному обучению на Geekbrains, можно претендовать на место в компании Мегафон аналитиком больших данных? Наверное, скорее стажером, но талантливые программисты, у которых уже есть какой-то опыт разработки, которые хотят попробовать в машинном обучении, плюс успешно пройдут наш курс, попадут на собеседование к нам, при желании, конечно. А ты можешь визуально показать, как происходит весь процесс, начиная от сырых данных и заканчивая предсказательной моделью? Да, конечно. Предположим, у нас есть некоторые источники данных, к примеру, это будет биллинг и базовые станции. Данные попадают в модуль, который называется Event Processing. Зачем он нужен? Он принимает на вход поток сырых данных и генерирует некие триггеры. Все, что он генерил в Event Processing, подается в Decision Making платформу, которая может принимать решения на лету, то есть в реал-тайме. Но, помимо этого, мы хотим в оффлайне проскорить нашу абонентскую базу и понять, кто к чему склонен. Поэтому тот же самый поток данных, биллинг и базовые станции, мы скидываем в некую банку, в некое хранилище, назовем просто Data. Это может быть и Hadoop и какое-то хранилище с UBD. На этих данных мы хотим построить какую-то скоринговую модель, то есть нам нужен модуль, который будет скорить все это дело. После реал-таймового триггера мы подтягиваем данные оффлайновые из таблицы со скорингом плюс из нашей большой банки. На основании всего этого мы принимаем какое-то решение, что с абонентом нужно прокоммуницировать через какие-то каналы. То есть мы должны все это отдать в кампейнинг. Этот модуль занимается тем, что он отправляет абонентов в каналы. К примеру, это личный кабинет и СМС. У нас в шоу есть традиция. Гость программы задает зрителям вопрос и автору самого лучшего ответа дарит какой-то подарок. Есть ли у тебя такой вопрос? Да, есть. Предлагаю нашим зрителям придумать название для нового тарифного плана для программистов. И победитель с самым запоминающимся и крутым названием получит от нас приз. Это рюкзак с сюрпризом. А теперь Блиц. Работа в офисе или дома? В офисе, иногда дома. Мак или винда? Мак. Любимый супергерой? Бэтмен. Какую суперспособность ты бы хотел? Не спать. Какую последнюю книгу ты прочитал? Это Бишоп Паттерн и Когнишн. А какую книгу ты бы порекомендовал нашим зрителям? Можно читать Бишопа. А когда тебя заменит робот? Скоро. Или никогда. Не знаю. Где работать? В России или за границей? Где хочется. На что тебе не хватает денег? Не знаю. Какой совет себе самому ты бы дал в начале карьеры? Уделяй больше времени не просто технической стороне, но и бизнес-применению всего того, что ты делаешь. Какое приложение или стартап, которое тебя удивили в последнее время? Поиск по картинкам, наверное. Под какую музыку работаешь? Без музыки работаю. Виталий, спасибо за ответы. У нас в гостях был Виталий Щербаков, директор по аналитике больших данных компании «Мегафон». Спасибо, что смотрели нас. Подписывайтесь. Пока. Пока. Пока.